Кто пройдет в новую Верховную Раду? За два дня до выборов в Украине это наша главная тема. Вы смотрите информационную программу Deutsche Welle ДВ Новости. Здравствуйте сегодня с такими темами. Новый виток в паспортном противостоянии между Украиной и Россией. Уровень петербургского диалога повышен. В Боне Россию и Германию представляют министры иностранных дел. Прорыв на переговорах об урегулировании в Донбассе. О чем договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. 21 июля украинцы проголосуют за новый состав Верховной Рады на внеочередных выборах. Президент Владимир Зеленский назначил их буквально на второй день после своей победы. Аргументируя необходимостью перезагрузки всех ветвей власти. Ожидается, что почти половину Раду займут именно люди Зеленского. Причем не имеющие как такового политического опыта. В том числе это журналисты и блогеры, представители шоу-бизнеса, активисты и люди самых разных профессий. Чем еще будет отличаться новый созыв в репортаже из Киева моей коллеге Александре Индюховой. На одно место в Верховной Раде претендует 14 человек. Безусловный лидер гонки партия президента Зеленского – слуга народа. Вопреки ожиданиям, после президентских выборов ее рейтинг не снизился, а наоборот вырос. Согласно опросам, сейчас речь идет примерно о 50%. В июне эта цифра была 35%. Росту рейтинга способствует и сам Зеленский. Он активно ездит по стране, делает нагоняя чиновникам и делится впечатлениями с украинцами в соцсетях. Все обманывают. Все берут взятки. Все воруют. С усмешкой на лице. Верх цинизма. Еще 2-3 года назад партия Зеленского существовала только на бумаге. Набирать кандидатов для участия в выборах пришлось ускоренными темпами. Слуг народа отбирали в том числе через интернет. Большинство кандидатов – новички в политике. Нет ни одного бывшего депутата. Впервые за последние годы, вот это новая тенденция, у нас появился явный доминирующий лидер, партия, которая может набрать около половины голосов всех избирателей. Раньше такого никогда не было. Была партия регионов, которая набирала максимум 37% голосов. Это стало возможным благодаря феномену Зеленского. И, конечно же, особенность нынешних парламентских выборов состоит в том, что они, по сути, являются продолжением выборов президентских. Однако партия «Слуга народа» во время кампании столкнулась с целым рядом проблем. В некоторых регионах кандидаты и оппоненты открыто воровали их символику. На слуг народа даже нападали и жгли имущество. Есть и такие города, где власть все еще находится в руках сторонников экс-президента Януковича, Днепр, Харьков и Запорожья. У нас поддержка немного больше на юге и в центре, чуть меньше на западе и востоке. В Киеве это больше по сравнению с президентской кампанией. Мы проходим в парламент и еще несколько сил. К сожалению, старая власть будет представлена несколькими фракциями. В выборах принимает участие 21 партия «Старая власть». Это партия «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. У нее фактически уединственная явная пророссийская риторика и, по разным данным, от 12 до 14% поддержки. Следом идет партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». У нее 7-8%. Еще один традиционный участник партии Юлия Тимошенко – «Батькивщина». В ее штабе признают, что Зеленскому со слугой народа удалось откусить у старой элиты немало голосов. Рейтинг партии, согласно опросам, колеблется на отметке от 8 до 10%. Мы можем улучшить результат 2014 года, когда партия набрала около 6%. И это нам даст возможность сформировать эффективную фракцию Верховной Раде. На успех надеется и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Возглавляющий новую партию «Голос». Он, как и Зеленский, хочет изменить страну. Однако пока его популярность, как политика, намного ниже его сценической популярности. Согласно опросам, он может и не преодолеть 5-процентный барьер. Сегодня нет музыкантов, адвокатов, врачей, фермеров. Они все украинцы, которым нужно строить страну. 28 лет мы ждали, что политики что-то изменят. Но этого не произошло. Теперь настала наша очередь. Политолог Владимир Фисенко уверен, что Верховную Раду заполнит рекордное число неполитиков. Эпоха постмодерна. Мы будем своеобразной экспериментальной площадкой для всей демократической Европы. Слуга народа рассчитывает набрать 225 голосов, чтобы иметь большинство. Такой шанс, хоть и маленький, есть, считают наблюдатели. Один из решающих факторов явка. Прогноз. На участки придет около 50% избирателей. Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов еще одной категории украинцев. Тем, кто проживал в начале 2014 года на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем украинских властей. В Киеве заявили, что этот шаг создаст трудности для деэскалации конфликта в Донбассе. В ответ в офисе президента Зеленского поручили разработать механизм, упрощенный выдачей этническим украинцам, проживающим за границей, украинского гражданства как второго. Подобный опыт борьбы за своих граждан есть и у Молдавии. Жители непризнанной Приднестровской Народной Республики уже давно получают паспорта РФ в упрощенном порядке. При этом у них есть возможность выбора между российским и румынским паспортом. Кто и какие документы в результате предпочитает, об этом репортаж Анны Глушко. Виталий Клопот известный в Молдове ультрамарафонец. Он родился в городе Днестровск на юго-востоке Молдовы. Сейчас эта территория находится под контролем непризнанной ПМР. Виталий, как и другие жители Приднестровья, может получить гражданство России по упрощенной процедуре. Однако сразу после окончания русской школы он переехал в молдавскую столицу, а свое будущее видит только в ЕС. Да, я планирую сделать себе румынский гражданство. Любой молодой человек, который понимает, хоть чуть-чуть у него там что-то есть, какие-то нейронные связи работают, то есть можно, ну это невооруженным взглядом видно, что происходит в России. То есть власть она полностью все захватила, все каналы. При этом утверждать о том, что российское гражданство абсолютно не привлекает жителей Приднестровья, нельзя. По словам Ольги, которая вышла с нами на связь из одного из городов, непризнанной ПМР, многие по-прежнему рассматривают российский паспорт как дополнительную возможность. Мы вписали дочку и сделали ей российское гражданство. Вы для чего, у вас какие цели были? Ну, у нас есть родственники и возможно, когда ребенок закончит школу, может быть, он хочет поехать туда учиться, почему бы и нет. 30-летняя Алиса Плахова, переехавшая в Кишинев из непризнанной ПМР, говорит, что однажды пыталась подать документы на российское гражданство, но дозвониться в посольство не смогла. Я никогда не задавалась целью уехать из страны, потому что я думаю, что самореализация – это не имеет ничего общего, то, где ты живешь, твое место жительства. Тут дело все в желании. Если ты хочешь, ты можешь успешным быть и в Молдове, и в России, и в Европе, и так далее. Уроженка Приднестровья журналистка Алина Гробовская говорит, что гражданством России обладают более 30% жителей непризнанной республики. Почему? Потому что просто люди чувствуют приверженность к России, к русскому миру и ко всему вот этому. Потому что это очень маленький регион, где есть очень мало информации. И, безусловно, может быть где-нибудь лучше, но та пропаганда, которая там существует, и та идеология, которая там существует, она существует там на протяжении уже очень долгих лет, еще там с СССР не знают когда. Люди верят в это, люди живут этим. Молдова – это плохо, Европа – это плохо, Россия – это хорошо. Согласно сайту так называемого Министерства иностранных дел, получить гражданство России жители непризнанного ПМР могут на базе российских документов одного из родителей, а также в том случае, если они имели гражданство СССР. Точных данных о том, сколько жителей Приднестровья получили за последние 10 лет российское гражданство, нет. На наш запрос в посольстве России в Молдове не ответили. При этом, согласно данным ряда СМИ, которые ссылаются на экс-послав Полита Мухаммедшина, за 2017 год гражданами России стали чуть более 9 тысяч человек. По неофициальным данным, в Приднестровье порядка полумиллиона жителей. Вблизи Бона, в Кёнигсвинтере, на горе Петерсберг проходит ежегодный германо-российский форум «Петербургский диалог». Впервые за много лет в нем принимают участие члены правительств Германии и России, главы МИД Хайка Масс и Сергей Лавров. Диалог инициировали в 2001 году Владимир Путин и Герхард Шрёдер в целях повышения взаимопонимания между двумя странами. Важность этому мероприятию придавало именно участие в нем первых лиц двух государств. Однако, начиная с 2013 года, форум потерял свой былой уровень, что значит сегодняшнее повышение уровня конференции. На этот вопрос ответил мой коллега Вячеслав Юрин, который работает на «Петербургском диалоге». Поступали сигналы, что в этот раз на «Петербургский диалог» приедут первые лица после семилетнего перерыва – Ангела Меркель и Владимир Путин. Многие говорили о том, что не случайно, видимо, местом проведения форума была выбрана бывшая правительственная резиденция в те времена, когда Бон еще был столицей ФРГ. Отсюда открывается, кстати, отличный вид на весь город. И в 70-е годы здесь бывал Леонид Брежнев. Многие местные жители любят рассказывать историю о том, как он разбил подаренный ему «Мерседес», спускай из горы. Между тем, «Петербургский диалог» в последнее время не раз критиковали. Дело в том, что с 2013 года сюда не приезжали высокопоставленные политики в знак протеста против дестабилизирующей роли России в Украине. Многие ньюсмекеры тоже перестали приезжать, но проблемы были и между участниками диалога со стороны гражданского общества. Дело в том, что, например, многие критично настроенные немецкие участники говорили, что нам нужно обсуждать прежде всего критичные темы. Например, ограничение свободы слова в России, ограничение избирательного права в России. А некоторые, скажем так, пропутинские участники диалога с российской стороны говорили, хватит нас критиковать, у нас все хорошо, Путин делает все правильно. И в этом году стороны, две страны решили придать импульс этому петербургскому диалогу, потому что на этот раз впервые за 7 лет здесь присутствуют действительно высокопоставленные политики. Это два министра иностранных дел, Сергей Лавров и Хайко Масс. Ну а тема форума звучит на этот раз так. Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы. Вклады гражданских обществ России и Германии. Тем не менее, даже несмотря на присутствие Лаврова и Масса, немецкая сторона говорит, что она будет поднимать критичные темы. Например, сопредседатель с немецкой стороны Рональд Пафалом сказал, что он будет затрагивать вопрос о давлении на неправительственные организации в России. Завтра будут заседания рабочих групп, потом будут подводиться итоги, но об одном итоге Рональд Пафала уже нам рассказал. Он сказал, что по итогам петербургского диалога в этом году будет принято специальное заявление, призыв отменить визы для молодых россиян. Поэтому очень неплохо, что именно сейчас тут присутствуют два профильных министра. Министр иностранных дел Хайко Масс и Сергей Лавров. Новый состав Европарламента в одной из своих первых резолюций обратился к Москве. Евродепутаты призвали власти России освободить, цитирую, всех украинских политзаключенных, находящихся в России. Тем временем были достигнуты важные договоренности и на переговорах в Минске трехсторонней контактной группы по Донбассу. Подробности в нашем обзоре новостей. Сторонами была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня с 21 июля, а также согласован ряд мер для поддержания перемирия. Среди них отказ от любой активности и недопустимость размещения тяжелых вооружений в населенных пунктах. Сообщается также, что началась подготовка к обмену пленными между Киевом и так называемыми ДНР и ЛНР. Украина готова передать 208 человек. Взамен Киев требует освобождения 69 украинских граждан. Решение Анкары о закупке российских зенитных комплексов С-400 стало причиной для отстранения Турции от программы по созданию американских боевых самолетов F-35. Как отмечается в официальном заявлении Белого дома, американские истребители-бомбардировщики не должны использоваться одновременно с российской платформой сбора разведывательной информации, которая может быть задействована для изучения самолетов. По оценке Пентагона, выход из программы принесет Турции убытки в размере порядка 9 миллиардов долларов. США могут потерять не менее полумиллиарда долларов. Прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения в сексуальных домогательствах с американского актера Кевина Спейси. Потерпевший молодой человек, которому Спейси якобы приставал с намеками на сексуальный контакт, на слушании в суде отказался свидетельствовать против себя в связи с пропажей его телефона. Защита Спейси утверждала, что молодой человек мог удалить со своего телефона данные, которые подтверждали невиновность актера. Спейси грозило до 5 лет лишения свободы. В общей сложности 30 мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах и насилии. Но лишь одно дело дошло до суда. О развитии событий в следующем выпуске ДВ Новостей. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!